Вот этот супермаркет, Теспо, мелкоаптовый, вполне стоит посетить. Здесь можно купить что-то интересненькое, вкусненькое домой из продуктов, а также бытовая химия, мыло можно выбрать, красивое. Магазин Теспо находится в двух километрах от центра, рядом с нашим отелем, Арси отель. Буквально две минуты ходьбы. Привязать этот магазин можно к двум огромным торговым центрам. Мигрос, вот там желтенькое вдали виднеется, за желтым домом, вот за желтым домом, Мигрос 5М, а также серенькое там видно. Вот, это будет Салипазари. Сейчас мы продвинемся вперед, и я поближе от сниму. Режим работы магазина Теспо, мелкоаптового, с 8 до 20, а вот это воскресенье, выходные дни, с 10 до 20. Чай. Чай. 300 грамм пачка стоит 18,04 турецких лиры. А если 6 брать, то будет подешевле. А по карте 6, вот справа цена. 500 граммовые пачки чая, 13,81. А если 6 брать, то будет дешевле. А по карте даже меньше 13 лир. Вот опять чай упакованный. Различные варианты. В большом ассортименте предлагается чай в пакетиках. Но мы любим все-таки рассыпной, заваривать самим по правилам заваривания турецкого чая. Здесь есть с различными добавками чай в пакетиках. Вот это с лимоном, с персиком, с липой, бергамотом. Вариантов много. Конечно, чай в пакетиках намного удобнее заваривать, например, утром. Но мы предпочитаем все же рассыпной чай. Вот такой молочный шоколад предлагается в магазине ТСПО. Весят плитки 2,5 килограмма. А цена вот внизу. Вот в этой упаковке халва 3,8 килограмма. А цена 67 турецких лир. Я думаю, это за упаковку цена, а не за килограмм. Вот такой выбор оливкового мыла в магазине ТСПО, что совсем рядом в трех минутах ходьбы от нашего отеля Арси. Это цена на оливковое мыло, где 4 кусочка весом 600 грамм. А здесь представлена цена на оливковое мыло, где 5 кусочков по 180 грамм. Получается 900 грамм. Получается, что 900 грамм по карте будет стоить за 900 грамм оливкового мыла 7,85. А если без карты, то 8,53. Так получается. Далан хорошая марка. Мы уже не раз пробовали разные виды мыла этой марки Далан. 6,50 это 4 кусочка по 150 грамм. Опять марка Далан оливковое мыло. Вообще мыло очень хорошее. Можно использовать его как и для мытья тела, так и для хозяйственных нужд, для стирки одежды. Ореховая паста. Бывает она, конечно, и в пластике, а бывает в стеклянной упаковке. Вот цены на них. Разновидности ореховой пасты. 650 грамм, 11,95. 1 килограмм есть 15,93. 400 грамм, 7,75. Ну, тут очень много видов ореховой пасты. На этой полочке ореховая паста сладкая предлагается в стеклянной упаковке. Ореховая паста в стеклянной упаковке. Тоже различные виды пасты. Ассортимент очень огромный. Мы пока не остановились, какую покупать домой. В Турции в ходу такой напиток называется салеп. Изготавливается вообще, он должен изготавливаться из корня орхидеи горны. Ну, не знаю, насколько здесь натуральный продукт, но ассортимент большой. Салеп – это загуститель. Используется также при приготовлении мороженого. Кекек и наны. Цена 7,59. 400 грамм травка. Я должна посмотреть, что это такое. Потому что написано на турецком. Ну вот, я разобралась. Наны – это мята, а кекек – это орегано. И написано орегано смесь с тимьяном почему-то. Это я нашла на таких маленьких упаковочках, где есть надписи не только на турецком, но и на английском языке. Один килограмм куркумы стоит 18,79. Вот в такой упаковочке, такого производителя. Это пикмес слева. Изюм виноградный пикмес. А также тахин паста из кунжута с оливковым маслом. Цена на единицу товара 550 грамм на тахине 16,49. А если 4 бутылочки брать в этом магазине Теспа, то получится 15 турецких лир, запятая 17. А на пикмес цена 20 на единицу продукции. А если брать 4 бутылочки пикмеса из винограда, то получится 18,49 турецких лир. Есть и другие емкости, и другие упаковки, и марки. Вот эта бутылочка, что в кадре, 1,3 кг. А это цена на пикмес виноградный же. Другой упаковки 700 грамм. И производитель другой. 10 турецких лир, а так 10,98 турецких лир. Паста тахин в стеклянной упаковке. А также пикмес из кэроба. А справа опять-таки из винограда. А слева вот кэроб. Такие стручки черные. Это кэроб. Сладкий продукт. Заменитель какао даже может быть использован как заменитель какао. Если брать эти стручки и измельчать кофемолки в муку. Это разновидности соленых перцев. Которые могут быть дополнением к любому блюду. Перцы разного размера и разной остроты. Соление. Цены. Цены на турецкий чай. За границу он не идет на экспорт из Турции. Поэтому купить турецкий чай можно только здесь. В самой Турции. Чай мелкий обычно. Турки делают его измельченным для того, чтобы чаинки лучше отдавали все витамины в воду. Цены на чай. Вот мы видим слева цена 4,35. Столько стоит одна баночка этого чая. 100 граммовая. А, 125 граммов здесь. Указано. Если мы покупаем 6 баночек, но у нас нет карты магазина Теспа, то нам придется заплатить 4,26. А если у нас имеется карта магазина, то мы заплатим, покупая 6 баночек этого чая. Это же стенные баночки. Будем платить по карте 4,13 турецких лиров. Вот аналогично цены на соседний чай. Здесь тоже в баночке 125 граммов. Этот чай подороже. Сейчас покажу еще одну марку чая. Тоже в растяных баночках. Вот чай. Грюнер Ти. Грюнер. Я думаю, что это... А, вот я там вижу на английском языке. Грин. Зеленый чай. В Турции тоже предлагается зеленый чай. Вот цены. 4,49 за одну баночку. А если покупать 6, то 4,40. При отсутствии карты. Магазина Теспа. Вот здесь я стою. Чай упакован в бумагу. И раздается очень приятный аромат. Видимо, это очень хороший чай. Большие упаковки, конечно, более выгодны. Вот 500 граммов. И вот цена. 4,95. Если покупать одну упаковку, 500 граммов. А если 6, то 4,36. Ну, незначительно, но пониже цена. В магазине Теспа огромнейший выбор спиртных напитков. Турецкие женщины любят ходить на рынок вот с такими сумочками на колесах. Они очень удобные. Не нужно носить продукты, многочисленную зелень, овощи в руках. А тележечка рядом. Даже если приезжают на рынок на автомобиле, все равно ходят по рынку вот с такой очень удобной сумочкой на колесах. Играет музыка. В даймане зажигает медицинская комболковая мунащия. Играет музыка. Русские шторки.